В эфире ОТС подводим информационные итоги дня в студии Александра Ширудила. Добрый вечер и в начале о главных темах на сегодня. Добрый вечер. Взять ключи или компенсацию. Как решают проблему обманутых дольщиков в Новосибирской области. Вот так выглядит солдатик Петровской эпохи. 28 мм. На его раскраску уходит 8 часов. Его привезли из Севастополя. Детское увлечение превратилось во взрослое хобби, где можно увидеть выставку новосибирского миниатюриста. Почти 262 млрд рублей. Именно столько будут составлять собственные доходы Новосибирской области в следующем году. Проект регионального бюджета сегодня единогласно приняли на сессии законодательного собрания о параметрах главного финансового документа, расскажет мой коллега Андрей Баев. Бюджет сбалансированный и социально направленный. Это основные характеристики главного финансового документа. Определены четкие приоритеты. Первое. Это все, что касается мер социальной поддержки, в том числе их индексация. Все, что касается зарплат бюджетников, в том числе их индексация. Это в обязательном порядке обеспечение финансированием всех действующих строек и ремонтов. Ни одного долгостроя из-за отсутствия финансирования мы опять не допустим. Ну и это весь объем софинансирования для максимального участия Новосибирской области в национальных проектах и всех федеральных программах. В региональном министерстве экономического развития прогнозируют рост по всем показателям выше среднероссийского. В Новосибирскую область продолжают вкладывать. Объем инвестиций в основной капитал на уровне почти 343 миллиардов рублей. На днях стала известна и сумма федеральных субсидий. Нашему региону выделят 14,5 миллиардов. Эти деньги уже внесены в проект областной казны. Это модернизация первичного звена здравоохранения. Это модернизация школ. Это социальная поддержка на основе социального контракта. Это софинансирование наших расходных обязательств по выплатам при рождении третьего ребенка и последующих детей. Это комплексное развитие сельских территорий. Реализация мероприятий питьевого водоснабжения. И, конечно, это приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Пусть и не на много, но все-таки увеличили и дорожный фонд. Также принято решение, что штрафы за перевес грузовых автомобилей будут направляться на содержание конкретных дорог. То, что будет в поспоре для выполнения тех работ, которые необходимо сделать муниципальным образованием на своей территории, что они видят, это, конечно, да. Это тротуары, это благоустройство и так далее. Это положительное решение, которое принято на сегодняшний день. На 2024 год доходы бюджета Новосибирской области запланированы в сумме 279 миллиардов 976 миллионов рублей. Ко второму чтению депутаты должны внести поправки. Обычно их несколько сотен. Именно при следующем рассмотрении финансового документа будут учтены и наказы избирателей. Все большие вещи, которые имеют большое финансирование, как то стройки, дорожный фонд и так далее, они есть в первом чтении. Я думаю, что второе чтение, это в основном будет работа по конкретным округам, по городу Новосибирску, как всегда у нас городские депутаты всегда хотят на отсыпку частного сектора, на благоустройство. Это нормальный подход, нормальный процесс, и я уверен, что мы отработаем и найдем компромиссные решения. На резервный фонд правительства региона запланировано почти 11 миллиардов рублей. Также на сессии парламентарии рассмотрели новый закон о единовременной денежной выплате на обеспечение условий доступности для инвалида жилого помещения. Цель – поддержать людей, ставших инвалидами после ранения на поле боя. Предлагаем возможность замены квартиры. Можно подобрать квартиру, например, на первом этаже с доступной средой, и областной бюджет выделяет в качестве соцподдержки 1 миллион рублей доплату. И через сделку купли-продажи можно, соответственно, переехать семье инвалида в более удобную квартиру, доступную. В итоге закон о новой поддержке и проект бюджета депутаты приняли единогласно. Андрей Баев, Александр Миняева, Новости ОТС. Обманутых нет, есть счастливые новоселы. Сегодня ключи от новых квартир вручили дольщикам, которые вложили деньги в строительство домов в Новомарусино. И хотя переезжать им придется в микрорайон, расположенный через дорогу, недовольных не осталось. Сергей Толмачев поговорил с новоселами. И новое критерство, и там есть бакон, и туалет, и еще есть бетон. Семья Егоровых уже думает о том, где появится диван, а где телевизор. До сих пор немножко не верится, что после семи лет ожидания получили ключи от квартиры. Без доплаты. Доплату вносили только те, кто хотел больше квадратов. Если попадали по квадратам те, которые уже купили, то ничего мы не вносили. Жил массив Диногорский через дорогу от Новомарусино, где изначально дольщики покупали жилье. Теперь у них есть варианты, как получить долгожданные квадратные метры. Есть там у нас 100 обманутых дольщиков, и из них 45 выбрали квартиры, ну, к примеру, 20 выбрали компенсацию денежную. А остальные, вот им говорят, что вот здесь добросовестный застройщик, он будет строить дом, дом будет вот такой-то. Хотите в этом доме, мы заключаем с вами договор на будущий построенный дом. То есть они вступают еще на одну стадию, но уже с доверием этому застройщику. Областные власти сумели договориться с новым застройщиком. Он получит землю под новое строительство, а дольщики квартиры уже сейчас. Многие из них брали кредиты, приходилось где-то ютиться на съемных квартирах. То есть на самом деле это такая трагедия большинства обманутых дольщиков. Но к большому счастью, я считаю, благодаря слаженной работе правительств всех уровней, этот механизм, который поддержал президент, он дает свои плоды. И будем надеяться, что в ближайшем будущем такое понятие, как обманут дольщик, останется в истории навсегда. В регионе разработан целый арсенал механизмов решения проблем обманутых дольщиков, благодаря чему их просто не будет. В прошлом году мы исключили из ЕРПО порядка 70 объектов. В этом году, с начала года, мы исключили уже 15 объектов. И на сегодняшний день у нас в ЕРПО остается 28 объектов. Решения по всем объектам приняты. До конца года права будут восстановлены. 23-го? 23-го. Кроме того, с городской карты исчезнут те долгострои, которые просто невозможно завершить. Застройщики этой девятиэтажки просто навесили облицовочные панели на скобы толщиной в 3 мм. Лет через 20 по законам физики скобы проржавеют, и панели будут просто падать вниз, как гириатины. Поэтому этот дом будет снесен. Сергей Толмачев, Евгений Павлов. Новости ОТС. Новости ОТС. Он меняет дозировку лекарств. Был приступ, меня с подозрением на инфаркт увезли. После этого вы стали тщательно развиваться? Ну, естественно, я обратился за лечением. Ну, кроме этого, как-то еще жизнь поменяли? Ну, питание поменял. Вредные привычки? А у меня нет их. Прекрасно. Физическая активность? Этого достаточно. Выявлять, наблюдать, лечить. С этими целями были созданы кабинеты для пациентов с диагнозом «хроническая сердечная недостаточность». Открыли их в прошлом году в каждой поликлинике региона. Удалось проследить, что между обострениями увеличивается время, и пациенты лучше себя чувствуют на подобранной квадротерапии? Конечно, тут были промежуточные фракции выбросы, а потом на фоне квадротерапии даже уже перешли на сохранную форму. Специалисты уже зарегистрировали в регионе 17 тысяч человек с таким диагнозом. Однако, если верить статистике, болезни подвержены почти 4% взрослого населения, а значит, реальное количество пациентов в десятки раз больше. Осталось только добиться, чтобы пациент обращался вовремя, чтобы вовремя был определен в кабинет специализированного приема, получил специализированное лечение, потому что это отдалит этапы декомпенсации, ну или обострения более понятным языком. Потому что каждое обострение, к сожалению, может привести к любому острому коронарному или сосудистому событию в виде инфаркта и инсульта. Кабинеты в поликлиниках – начальный этап. В регионе создали трехуровневую систему. У нас есть межрайонные центры, как в городе Новосибирске, так и на территории Новосибирской области, куда пациенты поступают, если необходимо, для подбора лечения, для стационарного лечения, для наблюдения. В случае, если мы на втором уровне в межрайонных центрах не можем подобрать лечение, пациенту не помогает, пациенту в состоянии, которое требует дополнительного врачебного заключения, они направляются в областной кардиологический диспансер. Тихий убийца – так называют хроническую сердечную недостаточность. Пациент может даже не догадываться о заболевании. Есть возможность провести первичную диагностику и в домашних условиях. Узнать, есть ли у человека хроническая сердечная недостаточность, поможет такой экспресс-тест. Его можно купить в аптеке. И здесь есть индикаторный планшет, пипетка, скарификатор, салфетка и реагент. Одна капля крови, две реагента – результат будет известен в течение 10 минут. Но самый верный способ выявить недостаточность – регулярно проходить диспансеризацию. Лечение позволит замедлить развитие и улучшить работу сердца. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Чтобы победить в эти минуты в зале имени Арнольда Катца Новосибирской филармонии идет концерт певца и композитора Джанго. Музыкально-просветительский тур артиста посвящен нашим солдатам и всем, кто участвует в специальной военной операции. Екатерина Широких сейчас на прямой связи со студией. Передаю ей слово. Здравствуйте, Александр. Сейчас на большой сцене в зале имени Катца выступает Алексей Подубный, он же Джанго. Массовому зрителю он известен по музыкальным произведениям из фильма «Бой с тенью», а также из сериала «Солдаты». Ну а истинные меломаны знают его по песням патриотической направленности. Как раз сегодня большой тематический концерт исполнителя под названием «Чтобы победить». Нам удалось до начала выступления пообщаться с Алексеем и узнать больше о его новой программе. Это не только концерт в обычном понимании этого слова, это еще и некая акция, перформансы, если хотите, на тему поддержки гражданским обществом наших бойцов, которые сейчас там за родину на фронте сражаются. Вот я эту тему знаю не понаслышке, множество раз бывал там и выступал для ребят. И я знаю то, что их там интересует, а их в значительной степени интересует, насколько их поддерживает весь народ. Прозвище Джанго Алексей носит еще со времен своей службы в армии, так что солдатская тематика для него, можно сказать, родная. А с начала СВО артист постоянно приезжает с концертами к нашим бойцам. На передовую поддерживает их боевой дух, передает гуманитарные грузы от волонтеров. Но особый патриотический настрой необходим и людям в тылу, считает музыкант. А жанры поп и рок музыки – самый доступный язык общения. Сегодня как фронт, так и культурный фронт – это две неразрывные составляющие. Нашим бойцам, семьям, которые ожидают, очень важно силой искусства, словом, музыкой донести смыслы, переживания и соединить их на расстоянии. Проект «Чтобы победить» поддержан президентским фондом культурных инициатив, правительством Новосибирской области и общероссийским народным фронтом. Кстати, средства, собранные последними в рамках тура, будут направлены на нужды бойцов СВО. Концерт бесплатный. Желающие регистрировались на сайте федерального проекта. Для зрителей сегодня не только музыка, но и балет, и уникальные кадры хроники жизни Донбасса. На этом у меня все, Александр. Спасибо, Екатерина Широких, из Новосибирской филармонии. Вы смотрите новости ОТС. Далее в нашем выпуске. Можно выставлять различные паттерны наподобие подъема, спуска по лестнице, перешагивания через препятствия. Нам очень важно было пригласить те коллективы, которые уже зарекомендовали себя, как коллективы, которые вызывают интерес. В груди разжигается костер, и когда ты видишь эти просторы, то костер вырывается наружу. 40 лет легендарной группе «Алиса». 30 ноября в Новосибирске. Не пропусти. Не ждите простуды болезней, валенки детям болезней. Огромный выбор теплой детской обуви в магазинах «Лапеньки». Мой город Петербург. Квартира в Петербурге. Первый взнос – 900 тысяч рублей. Платежь – 20 тысяч в месяц. Звоним. Звонок по России бесплатно. Детская забава переросла в серьезное увлечение. В Новосибирске учитель истории создал коллекцию миниатюрных фигурок воинов различных эпох. Викинги, швейцарские наемники, гренадеры Петра Великого. 900 экспонатов. Сколько времени уходит на одного солдатика, узнала Алена Кузина. Настоящий пулемет 15 века. То есть многоствольная пушка, которая одновременно выстреливала со всех своих стволов, соответственно, каменными, еще на тот момент каменными ядрами. Пока домочадцы спали, он раскрашивал солдатиков. Почти 6 лет у Михаила Бондаренко ушло на создание исторической коллекции миниатюрных фигурок. А все началось еще в детстве, когда папа купил маленькому Мише набор солдатиков. Теперь это не просто хобби, а часть жизни. Фигурки коллекционер заказывает в России и за границей. И обязательно проверяет на историческое соответствие. Представлены миниатюры раннего средневековья, то есть это 9-11 век эпоха викингов, 15 век – это война Алый и Белый Рос в Англии, несколько миниатюр 17 века, наполеоновские войны, 19 век русской и французской армии и конец 19 века гражданская война в США. 900 фигурок, каждая из них раскрашена вручную. К слову, ни один урок не обходится без этих экспонатов, но всю коллекцию школьники смогли увидеть только на выставке. Больше всего запомнились вот эти вот маленькие солдатики эпохи Наполеона. Нам Михаил Александрович, учитель истории, рассказал, какая у них была одежда, какие были патроны, какие оружия, как назывались пушки, рассказал виды патронов. Миниатюры Александр хранит дома, в специальном шкафу, где у каждого солдатика свое место. Вот так выглядит солдатик Петровской эпохи – 28 мм. На его раскраску уходит 8 часов. Его привезли из Севастополя. Познакомиться с экспонатами можно в историческом парке «Россия. Моя история». Выставка продлится до выходных. Алена Кузина, Сергей Жданов. Новости ОТС. Передовой опыт и новые направления деятельности в инклюзивном высшем образовании обсуждают в Новосибирске. Регион принимает Всероссийский форум. Дискуссии в течение трех дней ведут специалисты ресурсных учебно-методических центров со всей страны. Какие современные решения готовы предложить, узнала Ксения Петренко. На Всероссийском форуме инклюзивного образования НГТУ презентует свою разработку – реабилитационную машину «Гефест». Технология представляет собой подобие экзоскелета, помогает восстанавливать двигательную активность. У него есть компьютерное управление, на котором доктор задает адаптивную программу движения, где выставляет размеры шага пациента. Можно выставлять различные паттерны наподобие подъема, спуска по лестнице, перешагивания через препятствия. Также он может начинать от лежачего положения больного и постепенно поднимать угол наклона, тем самым увеличивая нагрузку на ноги. Эксперты из 60 регионов России собрались в Новосибирске для того, чтобы обсудить развитие инклюзивного образования. Сеть ресурсных учебно-методических центров объединяет по всей стране 640 вузов-партнеров. Задача – сделать высшее образование максимально доступным для людей с инвалидностью. Всероссийский форум, который рассматривает такую проблематику инклюзии, это на самом деле важнейший элемент обеспечения равного доступа к качественному образованию всех детей, всех студентов и всех взрослых. Потому что понятно, что инклюзия в образовании – это часть такой инклюзивной политики по социализации. В принципе, включение человека в разного рода активности и в конечном итоге достижение его самореализации, самоактуализации. На выставке презентуют передовые технологии, которые активно внедряют в образовательный процесс, чтобы учеба была доступна каждому независимо от физических ограничений. Например, кнопками вызова помощи оборудуют аудитории для экстренных случаев. Устройство под названием «Радиокласс» позволяет слабослышащим воспринимать речь лектора. Звуковое расписание поможет сориентироваться и найти свой класс. Сегодня действует целый ряд системных мер поддержки, в том числе на разработки, которые напрямую оказывают влияние поддержки здоровья лиц с ограниченными возможностями. 130 миллионов в этом году было выделено из регионального бюджета на проекты, направленные на внедрение инновационных разработок. Форум будет длиться три дня. В программе мастер-классы, выставки, дискуссионные площадки. По результатам работы определят проблемные точки в инклюзивном высшем образовании. Главное сделать так, чтобы физические ограничения не вставали на пути к знаниям. Ксения Петренко, Евгений Агеев, Новости ОТС. Питчинг, мастер-классы и спектакли. Сегодня в Новосибирске начался фестиваль «Театр ПРО». Он проходит в рамках нацпроекта «Культура». Фестиваль объединил молодежные и негосударственные театры из разных регионов страны. Фестиваль для семейного просмотра. У нас есть спектакли практически от ноля лет. И нам очень важно было пригласить те коллективы, которые уже зарекомендовали себя, как коллективы, которые вызывают интерес. Шесть городов представлены. Представлено шесть независимых и негосударственных театров. Все они принимали неоднократно участие в очень крупных театральных фестивалях России. Организаторы подготовили масштабную профессиональную программу. Сегодня молодые артисты и студенты театрального института смогли узнать, как правильно сделать актерскую визитку, портфолио и в конечном итоге понравиться режиссеру. Запланирована целая серия мастер-классов, разговор о детском театре и презентация проектов молодых новосибирских режиссеров. Сам фестиваль продлится до конца недели. Среди участников основной программы Воронежский новый театр, Томский 2+, КУ, Центр современной драматургии из Екатеринбурга и другие коллективы открыл программу на сцене «Глобуса» «Маленький принц» Омского молодежного театра. Это так волнительно на этой сцене, в этом чудесном театре со своей историей. И в отличие от нашего театра, это большой театр, у нас маленький камерный театр, очень камерный, такой как шкатулочный, более того. И вот, наверное, весь зал, в котором мы играем, да, и вот только вот карман сцены размером, как весь наш театр. И вот это удивительное для нас ощущение. В Новосибирске начались гастроли МХАТа имени Горького на сцене оперного театра. Пять дней подряд будут показывать спектакль «Женщина Есенина». Это одна из самых востребованных постановок москвичей, в основе которой биография Есенина, написанная Захаром Прилепиным. Алексей Кудинов посмотрел спектакль. Поэт – это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. Так об этом спектакле говорят в МХАТе. Постановки два года, за это время спектакль показали около 70 раз, и всегда аншлаг. Есть зрители, которые приходят на «Женщин Есенина» по пять раз. Спектаклю нужны большие сцены, поэтому кроме «Столицы» его играли пока только в Санкт-Петербурге и в Новосибирске. В прошлом году на сцене «Глобуса», сейчас в оперном. Чем больше сцена, тем больше требуется энергии и куража. И огромный зал, и такой красивый зал, конечно, заставляет расправить свои плечи, вытянуться, хочется стать выше ростом, хочется, чтобы были движения шире. И это происходит непроизвольно. И мне кажется, это такое у каждого из нас в груди разжигается костер, и когда ты видишь эти просторы, то костер вырывается снаружи. Жара и огня в этом спектакле много. О Есенине во Мхате имени Горького решили рассказать не так, как это делают в школе. На сцене есть ворох желтых листьев и хрестоматийная березка. Вот только найти землю, пустить корни березка никак не может. Неканонического Есенина постановщики вывели по книге Закара Прилепина из серии «Жезел». Я поняла, что он там совсем другой, и ту фразу, которую говорила Прилепина, она была, господи, как же я хочу, чтобы не было вот этого лилия с березками, потому что это был, ну как он сам сказал, для меня это инопланетянин, потому что я не понимаю, как человек такого масштаба мог разиться в Рязани у таких простых родителей. Откуда все это, откуда этот ненаверный талант, откуда эта поцелованность с Богом. У всех стоял портрет Есенина, если мы все... Это все равно представление было поэта о России, березки, значит, вот он весь такой кудельки, он все время вот какой-то немножко иконизирован был. Наша главная тема – показать гении Есенина, как рождаются, из чего рождаются гениальные стихи, и почему они до сих пор отзываются в сердцах людей, особенно женщин. Мама Соня Толстая, Зинаида Райха, Сидора Дункан, рядом с Есениным было много любимых женщин. Он спасал их и мучил, посвящал им стихи и бросал с маленькими детьми на руках. Жить с гением – непростое испытание. Понять Есенина. Занятые в спектакле артисты пытались не только по книге Прилепина. Я в жизни посещал гостиницу «Адлон» в Берлине, я представлял, на себя примеривал какие-то ощущения находиться в Берлине с прекрасной женщиной и в кругу иностранцев, которые тебя не знают и пишут про тебя всякие карикатурные истории. А давай же выпьем с вами! Но прудуршок! Давайте! Такого Есенина принимает не вся публика. Для кого-то поэт это, в первую очередь, певец родной природы. Тем не менее, билетов на новосибирский спектакль в продаже почти нет. Остались несколько вип-мест за 25-30 тысяч рублей. Алексей Кудинов, Валерий Павлов. Новости ОТС. На сегодня это вся информация. Оставайтесь с нами в эфире и в группе ОТС Горсайт ВКонтакте. И до встречи! Дом-небоскреб Гранда от Вира. Бизнес-класс по цене комфорта. Подробности по телефону 230-34-95. Прогноз на 24 ноября. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирске будет пасмурно. Временами небольшой снег. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Влажность 81%. Температура ночью и днем от минус 1 до плюс 1. В последующие двое суток будет пасмурно. Временами снег. В субботу от минус 1 до плюс 1. В воскресенье холоднее до минус 4. С вами была Ольга Савельева. До свидания! Субтитры подогнал «Симон»!